Всем привет! Привет! Где мы? А мы вот в странном месте таком, который мы видели только на картинках, а сейчас видим его... Какой картинка? На картинках и видео. И когда они могли подумать, что будем здесь. Да, Стефания? Да. А Стефания должна быть здесь. Да, Стефания кричала, когда же вы меня завезёте? Куда? Когда Стефания попадёт... На святой Стефани. Да, всё, Стефания на святом Стефани. Мы, правда, ещё не знаем, куда нам здесь идти. Куда они? Вон, вон, вон. Но море там. Идём, идём. Стефан – это отель. В отель мы же всё равно не пойдём. Посмотрим просто на него со стороны. Там королева и король отдыхали. Вот так вот. И здесь есть королевский пляж. В общем, мы на самом деле сегодня приехали на остров, который является визитной карточкой Черногории. Наверное, его, если не видели вживую, то на картинках видели все, кто хотя бы хоть раз в гугле вбивал Черногорию. Кто вбивал сразу же этот именно отель. Город-отель. Когда-то он был абсолютно бедным таким маленьким островком, а потом он превратился со временем в шешенебельный курорт. Ну, как превратился? Превратили, вложили деньги, построили. Сейчас его выкупила сеть отелей на 30 лет. Сделали там ремонт. И туда можно приехать, имея только большое количество денег. Большое – это сколько? Я не знаю, но написано везде много. Надо посмотреть на блогинги, да? Да, сколько стоит. Это тысячи тысячи. Да, я знаю, что на этом острове находится 58 люкс-апартаментов. Их, как правило, нужно бронировать заранее. Никогда там ничего не горит. Ты покажи, что за остров? Сейчас покажу. А так просто туда, конечно, не попасть. Нужно либо купить апартаменты размещения, либо кафе посетить и ресторан, либо экскурсия проходит в 10.14.00. Но мы не времени сегодня, поэтому, к сожалению, туда не попадем. Покажем вам… А он же вообще закрыт, по-моему. До второго года вообще он был закрыт, а сейчас вроде… Да, то есть не так просто туда попасть, скажем так. Но хотя бы посмотреть, что это за такой остров с Пятой Стефан. А мы сейчас находимся на материковой части, материковой части, так называемой Святой Стефан. Деревушки. Идем. Пляж. Здесь вот лежаки. Сейчас посмотрим, сколько стоимость лежаков. Надо посмотреть стоимость лежаков, Игорь. Я вам сразу покажу стоимость на лежаки. Видите, вот здесь по рядам. Первый ряд 50 евро, второй 40, третий 30, четвертый 25, пятый 20. 50 евро за лежак. Легко, конечно. А я знаю, что здесь еще есть за 100. Да, там это еще дешевый пляж. Так, вот мы нашли себе место лежаки. Чуть-чуть подальше отошли. Это будет вторая линия. Всего лишь 25 евро. 25 евро, да. Ну, потому что не хочется вообще лежать где-то на пятой линии там. Чем ближе к этому, тем гораздо. Ну, чем ближе к острову, тем стоимость выше. Здесь такие волны, слушайте. Смотри, какие волны. Да, почему такие волны? Классно. Меня волна очень сильно ударит. Здесь волны вообще сильные, видите? Мы таких не видели разу в Черногории. Так, маленькое отступление. За такси мы заплатили 12 евро. Ехали мы из Будвы. Так, скромные волны, да? Горячий стоп, черт. Куда горячая? Камни горячие. А я говорил, давай возьмем с тобой эти сунданики. Как вода? Ну, вода такая. Не скажу, что холодная, но они прям будут. Я такое люблю. Доминиф, ты любишь такое? Нет. Доминифу точно нравится. Доминифу тоже. Держи. Что, Доминифу, как будут волны? Не, вода такая. Ребят. Доминифу. Это что-то есть. Такого в Будве нету. Тут, конечно, есть шайф. Тут на серфинге катайся, да? Да, очень прикольно, конечно. Рекомендуешь пляж, да? Да, пляж хороший, прикольный. Я тебе верю, он тут тоже немного приедет. Да. Памешки с леса. Да. Наверное, просто. Он очень рад. Тебя напросят, да? Это вообще, конечно, очень красиво. Это не хорошее. Тут Доминик с папой играют. Доминик! Папа! Я вас снимаю. Доминик, какой-то дичь творит. Дичь творит? Я не знаю, он хочет меня камнями посыпать. Пускай засыпает. Засыпает. Все, мы вышли уже из пляжа. Мы накупались. И хочу немножко вам показать место, в котором мы сегодня были. Море нам понравилось очень. Вода теплая. Такие приятные волны вам просто не передать. Конечно, цены на лежаки достаточно высокие. Хотя вот здесь есть участок, где люди отдыхают и без лежаков, со своими зонтами. Мы просто зонт не брали. Ну и, собственно, самая большая красота. Это вот поближе вам показываю сам остров. Если мы посмотрим в эту сторону, вот по правую сторону находится пляж, я сейчас поближе подойду, туда могут заходить только люди, которые здесь отдыхают. Именно, кто купил место на острове. Вот это парк. Здесь у нас парк. Хочется подойти сюда поближе, посмотреть на пляж с другой стороны. На самом деле, я еще сразу не знала, что на остров просто так не попасть. Я была уверена, что приеду своим дорогим зрителям, покажу сам остров Святой Стефан. Видите, какие у меня планы наполеоновские были. Но не судьба. Вот заработаем миллион долларов и обязательно туда. Я думаю, что на том пляже были мы сегодня, который раньше был 100 евро. Просто он подешевел. Слушай, нет, раньше был здесь. Да, да. А сейчас он что, стал общественным? Я просто уже горжу. Так вот, могли бы быть здесь. И сэкономить 25 евро. Да, слушай, точно. Этот он стал уже общественным. Раньше мы просто, прежде чем приехать, смотрели. На самом деле, обзоры посмотрела. Думаю, что-то интересное, чтобы тоже не пропустить. И ранее, здесь буквально год назад, стоимость арендной лежака была 110 евро. А еще, смотрите, его сделали доступным. То есть, наверное, тоже это уточнить. И песочек здесь. Да, в общем, что уточнять. Вы видите сами. Абсолютно доступный участок пляжи. Наверное, просто закрыли там. Просто? Все посмотрим. Там дорожка прогуляться, немножко поднялся. Скоро тоже интересно. А вот это прям Будва у нас, наша любимая. Там в далеке обеду. Где ты живешь? Покажи дом, где ты живешь. Вон там далеке Будва находится. Тут Рапаиловича, Вечичи. И вот она родинка Будва. Остров Святого Николая. Все находится в... Нет, там Святого Николая. А, ты про это? Ну, вон, который виднеется. В общем, все... И мы смотрели тоже. А вот пляж с этой стороны, пожалуйста, просим. Все открыто. Так что на сегодняшний день, 2022, никаких платных лежаков. С другой стороны пляжа нету. Нету лежаков по 100 евро. Нету, да. Они подумали, что выгоднее все-таки сделать это все бесплатно, правильно? Наверное, да. Самые актуальные обзоры пляжей где? У нас. И поэтому что надо подписчикам делать? Подписаться обязательно. Зрителям. Подписывайтесь обязательно. Потому что мы опять смотрим, половина даже больше не подписана на нас. Как так? Не забывайте подписываться. И мы напоминаем, ставьте нам хотя бы смайлик какой-нибудь. Вам же не сложно, а нам это очень и приятно, и полезно для канала. Пойдем посмотрим. Там кафе есть. Хочу пить. Какие там цены? Чуть-чуть хотя бы. И парк. Тут симпатичный парк надо посмотреть. Я все время показывала вид на остров. А теперь, когда мы на самом острове, ну возле острова, покажу вам вид на горы. Ой, как здесь красиво. И деревушка эта, Святой Стефан, очень красивая. Прелесть. Догоняем Доминика, он уже ушел. Вот там находится в глубине детская площадка. Очень симпатичный парк. Зелено. Ухожено. Что немаловажно. Когда чисто и аккуратно, тогда место уже приятнее еще становится. Ой, ну виды, конечно, какие виды. Я знаю, что вот по этой тропинке подняться тоже очень красиво. Но, может, нам уже сил не хватит с Домиником. Накупались же. Устали. Стефаня так уже говорит, я еле-еле иду. Доминик, он тоже на руках. А там все-таки надо силы, чтобы подняться, спуститься. А нам еще ехать. Стефаня говорит, я не хочу никакой площадки. Ну вот, кто приезжает с детками сюда, обратите внимание. Детская площадка обустроенная, хорошая. Будет детям интересно погулять. Они здесь в деревьях. Поэтому на детей солнце не светит. Вот, друзья, еще один актуальный момент на 2020, ой, 20-й, 22-й год. Кафе, ресторан закрыт. Вот еще и вывеску нашла. Ресторан не работает. Красивое здесь место, очень приятно. Здесь спокойнее, как-то тише. Единственное, что мне сложновато, вот в моем случае, это переезд. Все-таки нужно подниматься в гору, потом обратно спускаться. И у меня Доминик реагирует, ему не совсем хорошо. В Стефании уши подкладывает. Вот это я вот сейчас обратно, дорога домой. Я думаю, ой, хотя ж тут ехать, но 7-8 минут, до 10 точно. А все равно, ну, потому что постоянно вот эти изгибы в дороге. Ну, это мы едем по поселочку, деревушке Святости. Такие узкие мочки. Немножко видов деревушки. То есть, я не знаю, почему деревушка, а другой называется город, а второй называется курорт. Как-то, на мой взгляд, так они практически. То есть, я одинаковую. Но понятно, что Будва-то побольше по размерам существенно. Это да. Все, проезжаем в город. Это путь. Субтитры сделал DimaTorzok